Инновации в области здравоохранения. В Самаре в третий раз стартовал по Волжске специализированный форум-выставка медицина-фармации. Три дня на площадке экспо Волги специалисты из 10 регионов России будут обмениваться своим опытом. На открытии побывала наша съемочная группа. В экспозиции последние разработки фармацевтов, высокотехнологичное медицинское оборудование. Отдельно обсуждение лекций и мастер-классы для специалистов, интересующихся новинками пациентов. Один из центральных стендов – система хирургической навигации и обработки медицинских изображений «Автоплан», разработанная в стенах Самарского медуниверситета. Главным инноватором является, конечно, медицинский университет, который возглавляет кластер медицинских и фармацевтических технологий. Эту работу мы начали 4 года назад, и за эти 4 года мы, конечно, получили колоссальный прорыв и в количестве проектов, и в количестве разработок, и в количестве тех продуктов, которые уже выведены на рынок. В рейтингах государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения регион стабильно занимает лидирующие позиции. Кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, который представлен на выставке, с момента появления увеличился в два раза. Когда мы создавали наш кластер медицинских и фармацевтических технологий, было всего 30 организаций, когда мы их создали. Сейчас их 65, а сегодня мы заключим договор еще с 10 организациями. Притом, это, вот, подписание договоров идет на том основании, что мы уже с ними работаем. Впрочем, экспозицией представлена не только Самарская область. В выставке участвуют представители 10 регионов. Разумеется, основная часть форума – это деловая программа, которая включает в себя более полутора десятков мероприятий, круглых столов, на которых обсуждаются вопросы развития медицинской отрасли, которая сегодня находится в стадии активного реформирования. Третий по-волжски специализированный форум-выставка «Медицина-фармация» будет проходить на площадке «Экспо-Волги» три дня – с 25 по 27 апреля. Кирилл Козин, Александр Каракулько. Новости губернии.